ПЕСНЯ 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 Так. Добрый день дорогие друзья, с вами Семикс Зератул, и сегодня мы смотрим клан Вар команды Семикс против команды РБПро. Снова мы с ними встречаемся, на сей раз в рамках Каскад Клан-Лиги 7го сезона. уже идет под завершение сезон осталось там буквально какое-то считанное количество матч полу штук пять если учесть что рут снялись с пейки и соответственно по матча не придется я на матче 5 остался на каскаде и где-то он три-четыре матча остался на альфа-лиге после этого будет определен такое межсезонье внутри клановые турниры лига и всякие прочие ништяки ну и там уже наверно до осени хотя вроде как монлетим обещали какую-то там свою лигу запилить но что-то там они один раз об этом сказали где-то месяц полтора назад и что больше ни слуха ни духа об этом ничего не будут тихо нос так что посмотрим где-то обычно такая достаточно грустно в плане игры пора несмотря на то что все играть и свободно от учебы то есть там никаких на сессии ничего как правило все все игры замирают леди замирают тоже села пуска всем не до этого всем хочется где-то солнце девочек прочего теме по приезжает не дает своему оппоненту и поставить лексус какой-то плане на количество времени сам занимает просто 3 х и череда пола да молодец ну ты будет играть такой жестко жестко потому что там будет много много лингов попытками выиграли халяву нет ну ладно посмотрим вот 7x тимми против rb про ейки вроде как ейки говорят неплохим протезом был в свое время сейчас вроде как уже не так уже не уже не тот вот я думаю что нам думаю что нам с текущим составом хватит так кстати по поводу состава давайте давайте представим кто у нас сегодня играет состав 7x это зерк тимми это теран мунлайт это про то смит и зерк еще один равен джи джи тут просто наглазил прибегает на пофиг такой вообще вот и как будто как будто по ним знает что ты хотела и залога не контролирует имя буду он теряет того что не сразу сразу не реагирует на на команды здесь просто на пофиг еще один сделать прибегает куда вообще по ним в курсе да по не а пробка видим там где-то разведала и курс оказался просто того что вот его соперник играет три хэтч и ага это поэтому да вот будет такая попытка вот за эту халяву под наказатель и сделать заказывается мазеркор оверлода там нужно конечно выбирать куда-то стал делается сантрио делается он да просто двумя зелоками под напарь сейчас съедите своего и тимми и поэтому пока вроде успокоился плюс два газа будет мув по видимости собакам дальше по составу состав наших оппонентов на сегодня давайте скажу это гейки это лили канин по моему это терм по очень-очень неплохой делал результат против вас на других людях еще даже когда айзен был на составе потом нанфи не помню кто это параси и по-моему то ли просто ли зерксновский тоже еще один сильный игрок собственно как вы уже заметил на это видео вообще слабых монетов нету как-то такой прибегает тимми опынки здрасьте вот на пилончик вот она пробочка давайте мы это съедим и делается рачатин будет видимо тимми готовится какой-то тайминговой атаке тут варву эти толпа зелоков и отставит вот это свои пилоны постоянно много зелот тут будет целом шесть штуков уже есть в линбе зрачей да где-то давать на штуки врачей поставил сейчас несколько подклепать и вместе с линбами уже от всего того что сейчас придет убиваться да тут шесть лингов ой фу да лингов тоже уже шесть шесть зелт это сказать стал там мазаркор и все это сейчас придет на третью нычку тут врачи уже заказано здесь есть доллар пилоны кстати не доел тимми вот этот пилоны будет сюда про то есть по 2 после прикрепления если за ручьи вылезли нормально но нужно собрать собрать кулачок и в принципе все что здесь пришло ну полу да доели здесь линги дала пилона отлично у нас не любитель прожимать f2 вот так опаники просто телепортируется протас что-то там он настрогал 5 рабочих он настрогал у тимми ну тимми это не померкнет заказа 11 вот разработку и переходит в контратаку здесь к сожалению уже 4-5 центрей на 5 центриков есть там грязь плюс один наполовину и ничего здесь тимми не добьется ну даст ему поставить ретиночку ну просто пока в нее выходите не собирается остается он роботикс вот и тимми тимми дальше да делает лэйр клепает рабов будет у нас пик вот нигде разведает наличие 3 локация видит что куча центре видит робо наш зэк ты понимаешь что в принципе время сейчас для апгрейдов время сейчас для рабочих может даже может еще 4 локацию поставить начал 4 2 почему не пойму варкается еще центре это что-то смахивает на центре мапуш какой-нибудь опять опять пошел выход сейчас от протоса на сей раз до центре им центре има центре его фигня всякой вот тут делается гидролист и качается уже раз два два три четыре пять газов сейчас будет качаться да и гидра очень хорошо сейчас конечно войдет плюс один апгрейд процессе здесь уже плюс до процессе ну понятно вот по грейдам перегнать очень сложно из-за чита бустов ах и третью и третью нычку таки ставят третью нычку таки ставят они здесь что-то залетает и люди да вот и тимми 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 не контролит эти локации тимми не видит что там третья ночь но сейчас он побежал на разведку сюда тут ничего нету смотри стоит опаньки здрасте nexus на третий нычку выбрали вот и что и что тимми будет пытаться на него наломиться или же или же он будет копиться маши масситься ну в принципе куда там куда там копиться масситься не знаю окей так делается здесь гидра здесь а здесь делается пси ну да чё то я сейчас заметил вообще без колоссов последний вот любит играть да у нас кто-то что-то нам спамит и москать для мда поставил поход тут нычку вот и ставит и ставит хату ой он и ставит пилон пробка возле хаты он будет туда попытка завар чего-нибудь каких-нибудь зелков вот или всякого говна меняется хату тимми и зелков этих конечно сейчас забрать будет что они там будут делать на халяву сколько он минералов на 600 минералов здесь бегает просто ни за что ни про что надо уместить тимми конечно где-то дело съел бы ну ладно да нет сюда нет ну как минимум пилон там можно выбить будет потому что могут туда варк всякие дарки всякое прочее хланище тимми тимми переходит вайперов окей думаю то что там наверно будут стандартные какие-нибудь колоссы но тут просто пси тут просто и моркова окей куча куча лингов сейчас активно полным полно см 3 моркова сми 4 их конечно сила нужно сейчас будет полмана вообще доедается пилон можно оставить самому локацию поздно кстати уйти на четвертая нычка то есть даже что там что-то пылочку мы выбили не знаю ладно как колбас колбаси шоу роботик кстати добавлять колосс на нее главным лимитом уже потом на контакте может переходить лимит уже у теме практически число 50 60 или метр его помимо опять тут зелота вот эти 600 минералов блин пробежал убила хэтчеря сейчас хотим забрать наконец и хачки даже не отменил просто была потеря тут только оппонент покуситься вайта дай ребенок москва лично фасады кстати от единиц четко как там линейкой собирается брать на войско и готовится принимать уже здесь все понятно будет по видимости он куда-то здесь ломиться рассчитывая на свои пси-шторма тимми делает массу бейлингов кстати интересно не знаю как разобьется разобьется ахаха да дакная иллюзия дакная иллюзия очень успешно не хватает вертир есть значит более далеко не увидел кого именно вытягивает тут что у нас забегание лингов было забегание и пошли колоссы здесь пошли слоны вот опять забегание зло ну сам будет вправляется плюс еще 3 гидрите станет на обороне опять сейчас будет ломиться вверх щелдов не кидач ой вошел сейчас еще штормы просто все 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 заставила нафиг колода тут поможли смотря на полу полу слишком балансный состав соперника полом это видео 23 заказывается колосса кстати всего на всего три штуки остальные полкира мы закончили гидроист с и с опять поймал там и с и слишком топ топ ну тогда поможем и с и с и с с с с т вот хорошо давайте тогда попробуем твп вот эти кстати у нас весли я смотрю тут кстати сезон же новый начался gml семь раз булл мл общую статистику него pvz 56 процентов 54 поводы писать ну ладно я думаю что есть смысл тогда пополнить мулайт сейчас пойти мулайт равен смит у нас еще остались составе вот истерам протас и зерк но чё-то чё-то сильный процесс какой-то уж очень макро либо тимми слишком пассивно сыграл не знаю больше так хайрлинг хайрлинга сегодня походу не будет опять так чуть за карточки непонятные рейтинговые а ну да новый же сезон начался то есть получается что сейчас какие то непонятные карты будут у нас в мапуле новая ехал ехал у нас на двоих прицех искать через общий список сдаем приглашаем у него это концом вот такие приглашаем деньги деньги приглашаем стримеров наших соперников вон равен звонить цветовым ну что посрока стим значит слева привет ох я же мишки но Ой, а к тебе. Давай, запрыгивай. Так. Что-то там. Так. Что там? Было 40 колоссов, и Тимми не осилил? Там колоссов было всего 3, остальные все были глюки колоссов, и Тимми... А Тимми просто штормов наловился. Вот, то есть там было 5 психов с фуллманной, 3 колосса, и куча еще всякого говна. Тот даже Форсфилден не кидал, он просто штормил и все. Вот, против рачей, гидры и этих самых вайперов. Очень неприятный стиль у Протаса. Как раз тот самый, который я очень не люблю. Стиль называется «Если я скопил 150 лимит, тебе уже не убить его даже 3 раза подвести». Да, там, кстати, был как раз эпизод, когда у Тимми было 200 лимит, а у Протаса было что-то 160 лимит, и Протас все равно ломился, и Протас все равно тащил. Я, кстати, заметил, что сейчас вообще народ что-то без колоссов в последнее время стал играть, вот именно через Блинк, через Штормы. И достаточно неплохо, в ответ на, видимо, гидра вайпера. Ну, типа, да, что есть джерги, которые играют в быстрых вайперов, а вайперы бесполезны против Блинка. Ну как? Они могут, конечно, ленку поставить, вот, но, как бы, не так много урона, как с колоссами они наносят. Ну, колоссов они фактически минусуют, можно сказать. Да, там один обдакт, и все равно. Вайперов играет, часто вайперов играют еще вообще без грейлера, и тогда Блинки, ну, сталкера с плюс 3 очень неплохо решают. Вот, но лично я очень радостно довижу таких пропусков, потому что мои гидрорачи с 2-2 всех убивают. Вот, а вот когда они начинают копить там 5-6 колоссов, вообще непонятно, что с этим делать. Вау. Так, у нас тут ПВТшечка, тем временем 7x Moonlight против RBProEyke. Посмотрим, как у нас, как у компонента, точнее, с тиранами. Глянул статистику, у него 51% на нее на этот матч он против там, 54-56 на ПВЗ и ПВ. Ну, точнее, ПВП и ПВЗ, соответственно. Вот. мимо и вот эти два товарища делали игру в прошлом сезоне. То ли на стел, то ли на еще ты сам, ск2 и тл. Вот, когда у нас был состав с Айзеном, с Изи, со Спелсингером, то есть, они нас забаррвали даже в том составе. Вообще, что у Ёлки, буду уж я его так называть, Ёлки, 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 это немного не то, Ёлки, тиран такой из Бродварда, который потом в покер ушел. Вот, что, Линк 1, по-моему, или как там было? Лиликанин, по-моему. Вообщем, вот этот термс, у них очень, у них у обоих очень неприятно, как броники сидят, копят свой лимит и вообще непонятно, что с ними делать. То есть, ты можешь копить там 10 тысяч минералов на 6 тысяч газа и ты все равно не сможешь его убить никак. Так, стоп, я что не снял, подожди, сейчас, полночу, секундочку, я стрим гляну, по-моему, там заставку не снял. Да, я заставку снять забыл, но сейчас я ее уже снял, и справился, я хоть что-то, там, край глаза так заглянул, у меня окошечко чуть приоткрыто, посмотрю, оптим, картинку, вот, игра уже стартовала, ну, сейчас она будет нормально, вот, не так могут игры прошли, но с тем временем, рипер прибегает, попытка бункер, а, инженерку построить, не, не, очень хорошо, кстати, задерживает Nexus Moonlight, потому что, ну, ранний диод, который, по идее, ее убивает, был отвлечен рипером, долгое время он не бил по инженерке, ну, знаете, получается, что, где-то, минуты на две уже, ладно, две-то я загнул, минут на полторы уже Nexus был задержан, и, просто, с отчаянием влепил второй газ, и Stargate, лишь бы наш, лишь бы наш игрок был готов к этому Stargate, буду надеяться, что, все-таки, Moonlight поставить, там, нормально, тайминговую ту веточку, там, что уже, делается, да, делается уже, что ему, тайминговая ту веточка даже не особо нужна, ему просто нужно поставить, где-то, 80 мариков у него будет к этому моменту, ему нужно просто поставить их рабов, ну, вот, кстати, побежали они сейчас, кума, вот, именно, кума нужно, три противо-ременем отлавливают, и поэтус идёт куда-то, ZILAT с Толтермазерклором, напрячь, видимо, локацию, которой сейчас нету, вот здесь, или просто выманить, выманить малины с отсюда, да, да, тема в том, что ты выходишь, начнешь биться, по соплаям, малики выходят отбивать это всё, вот, и залетает оракул и убивая всех рабочих, да, ну, вот как раз сейчас приходит, видит оракула, мунлайт, понимаешь, что происходит, получен, отобьётся с таким количеством мариносов, вообще даже просто, вот, вот, даже ломиться не стоит, ну, отлично отбивается, мунлайт, а, от такого жёсткого подпуша, на которой была большая ставка, потерял до сих пор только двух мариков и одного рабочего, доставиваться за стенку, всё нормально, протас разворачивается, просто и уходит, даже он не пытался вон залететь, хотя бы тоже туретка была, всё, в общем, нормально, три барака, аутгрейда, протас уже nexus здесь, орбиталку мне нужно сажать, наверное, скан, да, видит, что там nexus уже качает, и нужно, собственно, орбиталку, конечно, посадить, ждёт, видимо, мародёров, и это будет просто выход такой с пехотой, с апгрейдами, я так понимаю, с мародёрами, с конкразиумом, но без медиваков, то есть, это вот это вот, из разряда пришёл, теплоту скинул, фотон верчардж, тиран сказал окей, пошёл назад, ой, как на две патрулики, сейчас залетает оракл, к сожалению, не умирает, ну, насчёт сказал окей, пошёл назад, это далеко не так, как бы, там, если не будет ни одного боевого юнита, то можно потерять nexus, вот, там нужно поставить очень грамотные форсфилдцы, обычно отбиваются именно так, вот тут центрея есть стоит, копит ман, у неё, форсфилд, сколько там стоит, 50, наверное, всё, один форсфилд у неё есть, ну да, у неё есть один форсфилд, поможет, сейчас нужно, ну, просто сможет ещё одну центре варкнуть, то есть это будет уже два, да, вот ещё одна центрея пошла, это уже два форсфилда, которые закроют рампу, вот, так что, опасно тут, наверное, ломиться, просто можно войска разделить, а всё, смарталам уже не имеет смысла селезать наверх, ты кривые форсфилды, развёл на форсфилды, и ладно, интересно, просто специально вот так вот форсфилды кинул, или это у него просто криво они кинулись, там маленькая такая, щелочка, ну, просто не знаю, это был какой-то злодейский план, что тиран сейчас поломится через эту щелочку, а мы его все постреляем, ну, ну, окей, колоссов тут, кстати, играет оппонент, одновременно с блинком, из дабл апгрейдами, тут вообще как бы, как-то очень нагло, по-моему, протос действует уже вторую партию, этот стиль, который очень любил, и гг, две базы макро, то есть, с двух баз, и блин, и грейды, и колоссы, и оракл был, и все, что только можно, и что самое интересное, протос вот так вот сидит, сидит на двух базах, защищается, как бы, он сидит на двух базах, ты ему ничего не можешь сделать, он скапливается в 150 лимита, приходит к твоим 200, у тебя, вроде, три базы, вроде, ты молодец, а ты не можешь отбиться, тоже есть такой бредовый момент, ну да уж, ну тут дабы грейды под бустами, вообще жестко, это очень, очень так технологично, получается, еще войска, вроде как, вроде как и нет, но на данном этапе, он нарастет еще с грейдами, будет, и вообще, мы лайки, кстати, 30 ци заказывают, и будет сейчас третью сажать, потихонечку, а Протас просто копится, я так понимаю, он с двух баз будет, а нет, вот сейчас третинексус пошел ставить, вот, просто я думал, что это выход с двух баз там какой-нибудь, именно вот на технологии, и на убийство, и на убийство, я ему, кстати, я ему, кстати, после прошлого кланва рассказал, когда он тогда вот, затянул, затащил, вот, против Протаса, и тоже, у него там не хватало второго стартпорта, когда он мог там, в принципе, отбиваться от первого, в общем, заканчивая тигру, когда первый раз к нему пришли, если бы был стартпор, вот, мы пообщались с ним по этому поводу, и вот сейчас, вот я смотрю, второй стартпор здесь, добавляется уже вовремя, вот, сделал вывод, наш террин, и вот летит дроп, он будет пытаться на, как-то на проиграть, и понятно, но почему бы его не почекать, потому что, ну, как бы, всегда нужно смотреть, ну, на самом деле, умнлай, это все равно не очень хорошая ситуация, в том, что гриды уже сейчас будет 2-2, на 1-0, и спалился, кстати, и большое количество хоу-поцов, там должно быть просто какое-то запредельное количество викингов, чтобы это все разобрать, да, кстати, роботикс-то один хоть, могу еще, раз робо, давайте посмотрим, да, один только роботикс, все, что я уже испугался, мол, сейчас там 2 робо, 2-2 робо, сейчас там выйдет, пойдут колоссы просто, лимит колоссов будет в головах каких-нибудь. 2 робо лучше, чем 1, потому что, в смысле, лучше для терна, потому что ты построил, там, 30 викингов, 20 викингов, и убил всех, и все, а вот тут, видишь, сейчас добавляются архивы темпларов, вот, они, ну, это, добавляются 2 архоны, которые очень сильно дамажатся по викингам, вот, и свитч штормов, и получается, что, как бы уже идет ставка на микроконтроль, в смысле того, что у протас, у протас еще грейды, преимущество где-то плюс пол, плюс 2-1,5 грейда, так еще и штормы. Братик, кстати, грамотно, как расследует, грамотно, как ел, ельки, контролит карту своей моракулом, вот, идем к откуда, уж полный петерял, сейчас кинул, фактически, в слепую просветку, часть войска зацепил, имеет vision, даже сейчас небольшой, вот, и да, контролирует в 10-ти локациях, где тиран может еще какую-то, допустим, мучку поставить, вот, в виде пассивности продуса. А это, как бы, основная фишка, когда ты играешь в оракла, то, что, ну, то, что ты, ну, в среднем, ты выходишь в ноль с этим ораклом, то есть, ну, в каких-то играх ты хорошо нажигаешь, каких-то плохо, вот, но, что самое главное, у тебя этот оракл остается, и он разведывает всю игру, и ты в него вложился, и один раз, и всю игру понимаешь, что делает твой соперник. Угу. Ну, если его не терять, конечно. Ну, там особо есть. Так, тут уже витингов сколько штук? 13 штук, получается, и продолжают, они продоцируются, по два мотивака, по два витинга, вот, процесс уже три апгрейда завершает, вернее, какая-то 17-ая минута. Просто, 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 просто постоянно их нам пофигу бустят, стоит у себя дома, ждет дроп, удоб, нету. как я говорил, очень неприятный стиль, потому что нападать на нее нельзя, потому что он хорошая позиция, а ты досидел и дождался, что у него грейдей 3-3 и 200 лимит, и непонятно, что с этим делать. идёт вперед. И, честно говоря, сколько викингов, викингов 15-й, неплохое количество. Ну, колосс в тайне с бред, а что делал, с этой толпой зелотов, там еще и шторма, а штормов, по-моему, нету здесь, не уничтоженновиков. Он сделал 3 архон, и думаю, что он молодец. В принципе, это шанс для Монлайта, потому что... Это, кстати, да. Кастоп он не успел сделать никак. Кстати, сталкеров мало, то есть могут понарезать успеть и викинги всех колоссов до боя еще. Нужно как-то, да, не дать умереть себе хоти. Начинается замес, пошли викинги истреблять колосс, колоссов успели пару залп подать по пехоте, и там дальше просто сделал пострит, и все просто разбирают в хламину. Ужас в общем. Такой чит. Ё-моё. И сейчас вот 3000 минералов. Сейчас вот это основная проблема в макро тернах в ТВП, то, что вы разменялись, ну, обычно даже размениваться в ноль, и Протас делает один довар и у него снова 200. Сейчас вы тоже Протас что-то потерял, но сделал один довар и у него 200 он идет вперед. У нашего терна много ресурсов, но он не успевает их потратить. Ну, естественно. Вот как терна успеть восстановиться и здесь. Просто, просто, ну, не знаю, как это, в хламину нулину вообще зарулил. У меня, у меня даже идей никаких вообще, что здесь нужно было делать Тирану, может там пытаться как-то в начале вот, минами там задропать, не знаю, там, дропами поактивнее полетать. в принципе, единственное, что можно было сделать, это таймингово, ну, либо раньше самому третью ставить и пытаться быстрее добивать до 200 линейки, либо делать тайминговую атаку на третью базу Протаса, играться с двумя старпортами и пятью бараками, потому что, ну, вся армия Протаса в тот момент состояла только из трех колоссов, три колосса, по-моему, один сталкер, парашин, три. Убивать десяток викингов на тот момент было нечем. Так, кто там есть еще у нас? Ты, Смит. Ну, давайте ПВП попробуем, если Смит на месте сейчас давайте мы напишем. Стартовая карта можно еще разок? Да, можно, можно коду выбирать, естественно. А, стоп, а там есть это Катален как ты была? Нет, нету. Вот этих карт нету. да, здесь ладер полупрошлого сезона. Я, кстати, не знаю, здесь, как привязка к ладер полу текущему, или здесь все-таки забит ладер полупрошлого сезона. Сейчас сезон поменялся уже. Карты те же самые, я сегодня ночью играл. Ну, вот я то сам, ну, давай сейчас, ну, вот загляни сейчас в эти самые эти матчи и там уже получается, что другие карты. А я с это верил, что все хорошо, что карты только старые. Мне они ни разу новые не попадались. Мне тоже, мне тоже, кстати, ни разу не попадались. Я даже этих номер карты еще не видел. Ну, в любом случае, я думаю, что пока доигрываться сезоны всех ликбук на старом мапуле, надеюсь, по крайней мере, на это. Луны Мир такая жесткая карта для продавца. Просто вообще без вариантов. там очень много узких проходов, где буквально двумя-тремя форсфилдами будет делиться армия пополам. И она очень большая, то есть задавить его на ранней стадии тоже будет проблематично. Вау. Да. Так, я боюсь, что Смита просто нету сейчас. Он еще сработан и пришел. Он обычно приходит вот где-то в это время там из 15 и 10 и 10 вот так. Брательник его пока хватает. А давай мне в чат, чтобы я быстро прочекал. Да, давай. Так что я думаю, что придется сейчас тебе играть за опешечку. Так, а какой там опенинг был? Опенинг у него был 9 Nexus оба раза по-моему. Да. Ну, против Тимми. Хотя блин, что? Это не особенно тогда. Тит, там был стандартный. Тимми в 3х ты сыграл. Тот его пробкой разведал. Пришел парой зелков его понапрягал чуть-чуть. Двух рабов подрезал. И в принципе поставил Nexus и играл дальше стандартно уже. Потом ну, а дальше ты уже видел, по-моему. сталкли раз с блинком, пси, потом колоссы добавляются. Колоссы были после психов, да? Колоссы были после психов, там Тимми играл руч гидровайпер и просто штормов наловился. хе-хе-хе. Так. Айморкалы были? Ну, вот вроде как там была куча сентрей, видимо, что-то такое похоже на сентри импуш, вроде как он там двинулся, но в итоге не пошел. Вот он с сентри имами, то есть какой-то такой недо сентри иму, то есть сентри маловато, ему маловато. Вот, он вроде как сделал вид, что он типа выходит в атаку, но он просто пошел третий на эксу санял. Ладно, попробуем. Ну, давай. Коду, окей, сейчас создадим. Сейчас создадим. Кода нам двою, да? Окей. создаем. Короче, я не знаю, он в какие-то читы вообще играет, чувак. Запрыгивай ко мне. Слушай, у меня какая-то фигня, я не могу никого пригласить. Мне пишут, что эта игра больше не доступна. Давай тебе ведущего тогда нам «Отк». Так. Так. Продолжение следует... Да, глючит у меня немножко Battle.net, к сожалению, не получается почему-то приглашать в игру, приглашать в игру, пишут что типа. Получается что почему-то они не получили, получается что меня почему-то не получается приглашать. Народ, хотя пишут что игра недоступна, мы вообще сами видели всё. Окей. Будет значит тогда ПВЗ, Смит кстати подошёл. Вот и следующий сет у нас будет играть он уже после района. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, у нас снова карта кода и матчем ПВЗ. Снова ПВЗ, снова на коде, 7x равен gg на этот раз, появляется на том же x5, который там появлялся в стиме. Вот, против его оппонент РБ про Ейки. Счёт напоминает... Да, слушайте, уже 2-0. Уже 2-0 получается, счёт не в пользу команды 7x, к сожалению. Вот. Увы, ях. Увы, ях. Увы, ях. Увы, ях. Увы, ях. Объяснил, что к чему, как оппоненты я надеюсь, что равен сможет подобрать ключи. Глхгг. Увы, ях. Глхгг... хату ставит даю здесь обычный день вижу бабочка смотрит что здесь здесь да здесь хай через здесь на битья собственно все вот чем все такого рассказать рассказать можно немножко пару слов сказать про сергейм шелкап уже со второго числа начнутся региональный финал ну за одну зажми ты эту пробку ну давай же ты не отновлеть да и next вот начнут уже региональный финала асягин шелкап уже все группы известность из тех которые нас интересуют и он и центр вот группе тебе говорю что там тимми филтос рекон и и гг но группе центра там будет сюрприз энигма револьвер и внимание вместо людаши там теперь будет друзья потому что дошли не знаю даже с какого года чувак но его тикнули отобрали квоты и послали проходить на последней южной квалификации которую он собственно благополучно прошел на пару с фраером которого в свою очередь тикнули с дальневосточной квалификации почему бы он именно там взял квоту вот квоты ему не дали отправили проходить на юге ну в принципе с файером понятно он вроде скрым чувак вот но почему людаши тоже на юге затянули мне честно сказать не очень понятно вроде как мне казалось что он откуда-то из центра он правильно ребенка ходил по крайней мере какой смысл ему был самый сильный регион соваться чтобы проходить квалификацию вот я честно хоть не знаю ну ладно обмену виднее в итоге получается что на юге состав групп со мной вместе варит вафинтрагер которая пошла знает вали еще фраеры любишь то есть из такой самый фри получилось группа самая жесткая вообще одна из самых жестких и победитель по моему юга играет с победителем центра победитель сибири играть победителем по-моему урала вали там слегка пути вот и еще какие-то новыми новыми вот в общем будет весело будет там официально трансляции от эмпайр зерга открытара поэтому ходите болейте за нашу команду и желайте удачи нашим игрокам так тут тем временем равен уже построил 38 работ по эти 36 пробочек просто рабы 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 вот сидит посильничает налоги нормально хорошим с войсками будет просто потом уже где-то там ближе к лейту убивать зерга пытаться понимаю будет пытаться по таймингу его как-то причесать за может ручки другой делается муфлингом ставятся скорочки дежурные на 7 минуте возможно характер не пахнет вылетает верлог и видишь что здесь попашек литвея и он понимает что это будет такое пассивное сидение протаса у тебя на трех базах накопление апгрейдов накопление лимита вот и в принципе все то что я ему описывал перед игрой ставится гидраль из дэн ставится эволюция тоже будут апгрейда но я бы конечно говоря не знаю на особо на апгрейды не полагался не рассчитывался потому что просто они все равно будут быстрее странно кстати что есть вообще не две фаржи вот мог бы наверно просто офигеть кстати где фаржи да он ставится третий нексус как раз говорил вот и попытка такой имитации ему центре и mortal push а где кстати роботикс я не вижу роботикс а просто тупо массам всего не разведал кстати процент раз вообще как а вот сейчас сейчас сколько люди прилетела 8 минута смотри что здесь происходит что из гидраль из дэн видит не видит они драли да он видел только одну валюту как раз гидрала вот вот как раз гидро таки он не видел я думаю сейчас просто еще одна его ли иллюзия прилетит вот и уже дальше все рассмотрит выходит блинк выходит блинка понятно в принципе играет он вот точно точно так же как играет вон пошли практически и голодность поправка на то что билдортеру за забудовалась уже даже пилон вообще в том же самом месте как раз из тех расчет один тоже билдор на принципе молодец просто приносит пульс выходит здесь куча центре и выходит здесь вот я будет попытка таки на третью локацию здесь уже 9 гидраль из еще 4 продакшен и и и равену нужно нужно быть принимать час лакара принимать час понятно то могу сломать выполнить локацию что или что им не будет вот я будет с одним колоссом с люди точнее колосс кстати очень реки осмотрел сам сам и люди и люди не грезвы 100 гидра 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 уже добраться успел дойти сейчас будет локациями срабы главное все на них равенны что он будет он своей очень будет пытаться сейчас идти в лоб размениваться с оппонентом надеяться на то что под придется под а по тоже может просто 4 колом взять вот так вот вернуться и все вот срезать локацию вверху и сейчас будет составка на то что вот этот гидра слингами окажется сильнее чем микс который у оппонента но что-то мне кажется просто маловато без правильных людей и у него все время погибает на то есть фактически потерял сейчас третью локацию полностью вместе с рабами равен терял все войско пропасу под все ничего не убил практически но сделал плохо тесто у нас проблема ставится шпайр но 300 газа мне кажется очень сомнительный того чтобы собирать для того чтобы свечиться сейчас металлистов в принципе я понимаю как бы в чем было сколь равен пытаться в гидра лингами на атаковать оппонент до того как он вышел совсем-совсем издалеку скакал по технологиям но чё-то но чё-то пошло не так что-то не получилось в итоге сейчас он заново собирает массу ручки древе вот еще вместе со спайером надеюсь я не знаю заметила на что у кого что там был фейклой а это на мой пост отдается постановление здоровье висита все нагибает я чётки четки очень фасфилд и вот так вот границы границ не так крошку покидает вы как некоторые игроки весьма очень четко я честно сказать не знаю как здесь район может камбэкнуться из такой ситуации увидели что в первой игре у тиме было 200 лимитом против 160 у протаса ничего не мог здесь уже получается что лимит равна и даже у зерга меньше там момент сквозь подойдет начинается замес ручки раздерется а мадин и лопу раздает сзади ну слишком слишком мало зерга и просто второй раз отдает сзади ну да я пляжи двозначный четырехзначный диджи веке что тут уже третий апгрейд доделал 14 минус ну не знаю если слишком слишком топ какой-то просто попался вы их не получается ваша зеркал вода китаран тоже не плачь и сейчас остается на гернасмита кстати вот такой постановку просил до под походу и не косяк на страны против а это видимо так и надо специально тут постановляется такой пароходик чтобы туда все войска водилось подъебал толпилась подъебалась так что на не знаю я даже через комментировать просто вот я просто просто короче слишком слишком оп и пропас вот что за фигня у меня постоянно вылезает этот вот ожидая Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну короче смотри Как это выглядело у меня Я вижу что телепорт Понимаю что нужно убить колоса Потому что иначе всех убьет Нажимаю на колоса Потом лаги И у меня остается 10 собак И это все что я вижу Ну я лично лагов не заметил Я просто заметил что Все короче там Все короче там удалось просто Вот и вот в итоге Треть числа малый войск убил И ничего не потерял И дальше там уже Было все совсем печально Я честно сказать даже не знаю Чуть против такого туса делать Ну может вот мой стиль Мог бы прокатить Там с муталами Потому что вот так вот драться Как это делал Тимми Как пытался делать Я не знаю Не получается Так Ладно У нас следующая игра будет Пвп Смит выбирает Железную крепость На 4х она да у нас? Да Ну короче В раннем ходсе Этот стиль контроля Через дроп бейлингов В принципе он бы и тут сработал Дроп бейлингов В смысле Ты В смысле Вот это Линго Линго инфестера И бейлинги в дропе Что ли? Или что ты мечтал? Бейлинги и бейлинги в дропе Ну там типа Бейлинги дропают Взрывают всех центре А ну да Я понял Что ты говоришь? Ну мне кажется Этот стиль вообще Прохладный достаточно Сам по себе Ты уточнял Точнее он может и ничего Но слишком сложный исполнение Я не знаю Часто игроков Которые его нормально Исполнили Которые нормально в него Играют Ну я раньше нормально играл Но Не знал А там как-то Но там как-то все перестали его уязать Я со временем тоже Вообще я лох Я не пропалил выход Я пошел в размене Специально Чтоб я встретил на хэйграунде Я бы отбился В хлам Я тоже Ты бы отбился Там Бесправда Я просто так подумал Что ты рассчитаешь На то Что жертвуешь Третий нычек Что он рекольнется Ты его просто убьешь Когда он Прилетит Когда он вернется На базу Т.е. вот этой гидролингом Т.е. там У тебя ставка будет на то Что твои гидролинги Будут сильнее Чем его Те вот с энтресталтера Ну че-то Че-то короче Не получилось Так Смит Опять какие-то проблемы Не заходят Не можно Назайти в игру Похоже Да ладно Пуш тоже клево Получился Третий нычек Незабава Мне не хватало Газа на гидру Вовремя Т.е. получается Что у меня Пуш такой отложенный Вот И у меня Броня не успела Заделаться У него Плюс один Вроде успел У меня Собаки Быстро Умирали Ну да Он там Он там Быстро Грейд Просто Пошел Фаржу Поставил Аймор И бусил 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 Сенант Грейд Против него Заказал Буструю броню Я так честно Напал Что у него Плюс один Уже было У меня Брони Ищи Мда Да Если ее ставить надо было раньше Что Смит опять ко мне не коннектится Попробуйте тогда создать железную крепость Попробуйте 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 Ну Серьезно Мы с ним пробовали играть Угу Собирались там Четвером Попробуйте Угу Он никому Может Аннектиться Уходим И забиваем Давай Давай Покажем Ну давай Я думал что Мы пока будем Пока пока будем какое-то время Разбираться Сканой там Спасибо. Смит создал. Смит создал. Так. Дейки там где-то застрял, затормазил. Так, дейки нашел. Да, что-то остальное тут не могут никак запрыгнуть. Да, запрыгивает анализ. Давай-то не заходи, сейчас мы начинаем уже. Сейчас. Да, да, они, короче, все столпились и стали фокусить этого полоса. А, ну, да. Ну, из-за того, что меня пролагало, я не видел собак вперед, они не протанковали, сначала умерла гидра, а собаки за стенку. Да, да, да. Да, да, да. Был такой. Так, запрыгивай тогда. Спасибо. 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 Ну, что, начинается у нас четвертый сет. Клан Вару 7Х против РБ Про, каскад клана Лига 7 сезон. И 7Х спид против РБ Про Ейки, ПВП, ПВП у него такой средний уровень мочарма по хистерии, если посмотреть там все получится 54% что-то за все сезоны. Покликал я на плюсе, игра почему-то не ускорилась. Неон потерпел поражение от обычных повелителей теней XR на 16% что-то дурацкий какой-то, дурацкий какой-то автоответчик, когда с Митой пишешь, но там еще одновременно с этим Брателик Вовку играет, то есть такая фишка что по-моему ты в разные две игры играешь с одного аккаунта, они вроде не конфликтуют, не тропают. То есть я помню когда меня угнали аккаунт Battle.net в стерею, у меня какой-то бот сидел в диабле все время, при том, что я со своего обычного аккаунта на время играл. Так, а так, что-то со звуком опять у тебя говорят проблемы какие-то. У меня с звуком проблемы? Что сейчас это получается? Не знаю, вот сейчас Игун говорит, что звук что-то где-то не настроил, но по-моему все как раз нормально сейчас должно быть. Сейчас. Давай сейчас стрим посмотрим. Так, ближний у нас респаун, получается на Железной крепости, Смит находит своего оппонента сразу, яйки, яйки, куда-то не туда поехал, пробочка своей заблудился. И тут пока все стандартно, то есть я думаю, что Смит будет все-таки более-менее стандартным про ПП это играть, из тех игроков, которые предпочитают играть в надежное макро, опирая все-таки на свой скил, а не на какие-то чизы и лолдзы. Кибернетка, кибернетка. Ух. 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 Да, по видимости, там просто маккор на маккор изменялись. Хотя нет, у этого фул энергия. Не знаю, в общем, ладно. Тоже робот делает смит. Ну и, в общем, ждет нас сейчас, наверное, минут десять еще одной еще скучного пвп, когда оба игрока будут просто сидеть и строить юнит на базе. Ну, хорошо, если так, потому что у смита очень большое отставание. Ну или там просто оппонент настроит имморталов и сделает выход, когда у него будет плюс по имморталу. Смит, кстати, более оперативно на этот раз ему встроит, чем в прошлый раз, чем в прошлый раз. Ну и сам в колоссов выходят. Ну, короче, получается, что примерно в одной тоже играют оппоненты, с той лишь разницей, что у смита есть дарки, которые не окупились, а у оппонентов всего просто больше. То есть ей просто больше, а у смита есть как бы ненужная технология. Точнее, технология, которая себя не окупила, начали делать с фаржа, доделывается. Здесь, кстати, фаржи, а здесь тоже фаржа есть, тоже обыграет, конечно, не забывается нашим соперничкам. Ну, кстати, более-менее выравнивается, ну как, конечно, у смита отставание неплохое, которое выражается отставанием такого. Угу. Вот, хотя бы вырубнулся парабам, более-менее отравнялись лимиты, они уже не такие ужасающие смотрящиеся. Угу. А вообще, как бы, по идее, будет пуш с двумя колосами и смит его не отобьет. Ну, у него самого колосов, к тому моменту, скорее всего, не будет. У него будет один и без дальности, а против него будет два и с дальности. Угу. Еда добавляет гид и ейки, так что это будет именно оно. Хотя нет, он хочет почему-то выйти на третью базу, типа выиграть надежно. На самом деле, это надежный шанс для нашего игрока. 103 на 97, 105 на 97, если вы почти уже лимиты сравнивались. Угу. Угу. И если ейки ему поверят, то это будет шанс. Вот. Но, кстати, не заказывает третью базу ейки почему-то. Ну, он вроде пробка стоит, ждет, ресурсов у него нету. Сейчас вот копится, копится, копится. Нет, он заказывает, в общем, не заказывает пока ничего. Значит, может действительно у нас двум баз будет сейчас пытаться пушить. Черт его знает. Черт поймите, процесс. Ну, просто он уже упустил свой тайминг. Да, вроде да. По-моему, базу ему базу ему нужно было ставить раньше, а и атаковать ему тоже нужно было раньше. Куча, куча зелотов варпается, просто не мере на зелотов. Ну, ну, как бы у него есть три колоса, у Смита есть только один, но у Смита два роба. И с каждой секундой разница в колосах уменьшается. Ну, вот он сейчас просто будет атаковать с толпой зелотов с чарджем и с вот этими тремя колосами. Все-таки не будет он в третью выходить. Смиту нужно стать просто за Нексусом. Пусть даже он его потеряет. У него есть прокси. И хорошо отбиться за хорошие позиции. Тут, кстати, призма с двумя имморталами что-то полетело куда-то у Смита. Призма с двумя имморталами это очень четкая фишка, которую почему-то делает только Смит. Вот. Суть в том, что колосы, ой, имморталы дропаются к Смиту в вражеском протасу. Слушай, тут иллюзии танчат, лол. Смит, кстати, видит, что это иллюзия. Нужно кидать фатонку и дропти морталов сейчас назад. Да, будут они по колоссам там сзади раздавать. Тут нужно, чтобы, собственно, колоссы сожгли все взилки, в которых просто немерено здесь. Ой-ой-ой. Слушай, вроде отбивается. Молодец. По чуть-чуть, по чуть-чуть, да, отбивается в наш игрок. Ура. И колосс в нем сейчас еще больше, но у него нет никакого мяса вообще к этому колоссу. К этим колоссам, чтобы один гитвы не открыт. Но я боюсь, что просто... Сейчас фатонка закончится и его могут задавить просто толпу. За то, что ему можно просто как бы сидеть, пусть там убивает газ, и типа получает преимущество, которое наращивает. Но на практике это Proxy Nexus работает, можно тянуть время. Ну да. То сейчас мне это дело. Тут толпа архонтов. Вот. Руманивает зелотов наших. Понятно. В итоге у нас просто щит заканчивается по колоссам, и они остаются с голышом, в общем, против этой всей толпы вражеской. Не, пробивает здесь. Видите? Слишком уж его дофига. Нет, 0-4. Дорти, кстати, сейчас вошли. Достаточно неплохо. Сервер куда-то улетел. Да, GG пишет Смит. К сожалению, не получилось. Ну, в принципе, да. Если бы оппонент пытался там на третий бы выйти. Вот. Или, допустим, сейчас бы он вот отбился бы, когда Смит, вот тот бы отступил, пошел на третий, это был бы, конечно, шанс. Вот. Так получается, что 0-4. Фу. Все, тогда заканчиваем на этом стрим. Вот. Что-то еще добавить. Кстати, если ты хотел сыграть, можем, в принципе. Оооо. Слушаем, давай что-то, да, значит, попозже. Что-то сейчас я уже, что-то уже перехотел. Ну ок. Все. Ну ладно. Давай, тогда удачи. Все. Всем спасибо, всем пока. С вами был Смит, Заратул и Симис. Райм, GG. До новых встреч. Да, кстати, по поводу того, когда у нас следующая игра будет. Сегодня у нас двадцать девятая, тридцатая, тридцатая, по-моему, у нас ничего не будет. Я сейчас на сайте Райм по списанию гляну. Нет, у нас, у нас, по-моему, первого числа будет ближайший, ближайший клаван. Но я уточню, в конфу напишу. А, ну, Райм уже включился. Вот. Ну все тогда на этом. Угу, ха-фу. Смит, GG.